Всем привет. Сразу после выхода видео о предполагаемом выходе следующего сезона мастерства, я получил с комментариев весьма интересный фидбек, из которого стало понятно, что я не достаточно хорошо пояснил, что означает так называемый Classic Plus, в чем выражается новый контент WoW Classic и почему проекты Vanilla Plus и Turtle WoW это не тоже самое. Мы с вами сегодня это обсудим, для тех кто только что присоединился и не в теме о чем речь, напомню. Брайан Бирмингейм, ведущий разработчик WoW Classic, в интервью портала WoW поделился планами на будущее. По его словам, команда разработчиков имели два пути развития Classic по завершению всех шести фаз. Об этом кстати говорил и Джон Хайт, на тот момент занимающий должность исполнительного продюсера World of Warcraft. На китайской игровой выставке Chino Joy, когда ему задали вопрос о возможном будущем Ванилы и планируется ли выход БК, он ответил. Народ, вот как скажете, хотите будет БК, без проблем, хотите оставим вас на шестьдесятом уровне. Тогда из-за сложности перевода, наверное, я не уловил суть этой фразы. Что значит оставим вас на шестьдесятом уровне. Возможно, это трактовалось как продолжение поддержки классических серверов по завершению шести фаз, в том виде как мы наблюдаем на серверах Вечной Классики. Но после интервью Брайана, все стало более менее понятно. О чем рассказал Брайан, узнаем после того, как вы узнаете, как решить проблему постоянной нехватки золота. Исправить ситуацию конечно же поможет Elfmoney.net. Более 13 лет на рынке, только опытные и проверенные исполнители, лучшее качество и вежливые сотрудники. А для моих подписчиков скидка 10% по промокоду VANILA10, ссылка в описании. Команда Классики имела планы на продолжение World of Warcraft в рамках версии 1.13. Чтобы было более понятно. Не отправлять игроков за портал убивать Иллидана, а продолжить историю в новом направлении. Но из за желания подавляющего количества игроков, эту идею отложили до лучших времен и занялись Берни Крусейд. Сегодня же, когда возобновилась работа с классикой, в частности был проведен такой экспериментальный запуск ванилы под рабочим названием Сезон Мастерства. Разработчики вспомнили о своих планах и вознамерились их воплотить в жизнь. Частично эти идеи мы увидели в первом сезоне, когда нам показали обновленный Molten Core и Onyxio. Ну по моему мнению, это была лишь малая часть из того, что было задумано. Мне кажется, что новая МК это была часть контента именно из второго сезона. Почему я так думаю? Наверное из за того, что когда Близвы запустили первый бета тест Огненных Недр, подобных изменений мы не видели. Была лишь небольшая, едва заметная перескриптовка части боссов, которая не особо то выделялась на фоне оригинального МК. Если не ошибаюсь, был добавлен взрывающийся моб Угара, землетрясение и что то там у Рагнароса. Игроки принесли первую версию МК где то там за час и остались недовольны. Ну это что все? Это вот то чем вы хотели нас удивить Близзард? И вот тогда Близзард расчехлили свои отложенные наработки. Уж слишком быстро они объявили о втором бета тесте, в котором Molten Core пристал в том виде, в котором мы его увидели на сезоне Мастерства. На все про все ушло примерно два дня. Вы верите в то, что новые механики боссом нарисовали и сбалансировали за пару дней? Нет ли у вас мысли о том, что эта версия МК уже была готова заранее? Я конечно понимаю, что сейчас у вас мысли только о том, что как это я смотрю видео на канале о тернистой долине и до сих пор не подписался и не поставил лайк, надо сделать это прямо сейчас, но сейчас не об этом. Брайан Бирмингейм озвучил, что у команды разработки WoW Classic огромное количество идей. Настолько огромное, что они не имеют достаточное количество времени их воплотить. Но откладывать надолго они их не собираются. Непосредственно при работе над новым сезоном классики, Близзард постараются воссоздать новую версию World of Warcraft и это уже будет не копией игры 2005 года. Концепт классической версии World of Warcraft вышел очень даже неплохой. Даже спустя 15 лет и графика и механика ванилы выглядит совсем неплохо, я бы сказал очень неплохо. Классика привлекает своей простотой и незатейливостью, тут нет огромного количества нововведений актуальной версии, игроку не нужно ломать голову над тем как ему развивать своего персонажа. При всем уважении к современной версии WoW он перенасыщен разнообразными шурой, у новичка с непривычки может пойти голова кругом. Таланты, таланты талантов, таланты талантов, разнообразные версии подземелья, поля боя, очень много всего. WoW настолько сильно развился, что стал совершенно другой игрой и сильно отклонился от того чем был изначально классический World of Warcraft. Наверное это одна из причин почему игроков тянет ванилу. Возможно кто то хочет отдохнуть от всего этого, побегать по первоначальному азероту, попинать боссов манекенов, почему нет. Но как говорится любая игра без развития так или иначе умирает. Близзард это прекрасно понимает, поэтому WoW и остается самый лучший ММО до сегодняшнего дня. Ну а как быть с классикой? Как ее развивать? На самом деле при создании WoW у Близзов еще не была в планах модели развития посредством крупных дополнений. Вполне возможно эту модель они взяли из-за финансового вопроса. Ну согласитесь раз в 2-3 года стричь бабло на продаже крупных патчей это довольно удобно. Но первоначально при планировании азерота они оставляли какие то полигоны для последующего завоза на них контента по мере готового. И если бы не идея о которой мы говорили ранее, азерот мог бы обрасти различными дополнительными локациями, подземельями. Сейчас если взглянуть на законченную версию WoW Classic, мы эти места можем легко найти. Ну что например? Конечно первое что бросается в глаза это Хиджал. Довольно приличная по размерам локация, на которую можно было бы завести приличную долю контента. По задумке в Хиджале должны были находиться остатки легиона, который не добили после гибели Архимонда. Там же предполагался разместите логово Аниксия, которое из-за невозможности разместить в закрытой зоне перенесли в болото. Тут же возле логова скорее всего должны были быть приспешники стаи черных драконов. Навряд ли Близзард восстановит данный сценарий, но заселить Хиджал вполне могут. В ту же самую пещеру можно было бы заселить какого нибудь другого дракона. Далее перенесемся во Ашару. Эта локация паскудности контента наверное стоит на самом первом месте. Заселяли ее также в спешке и многие идеи не завершили до конца. Например Фурболги. Этот народ плотно заселяет множество локаций, кроме Ашары в достаточно большом количестве фурболги встречаются в зимних ключах. Но тема этого дикого народа раскрыта очень плохо. Нет ни одного подземелья с их участием, не говоря уже про рейды. На карте Мецена есть как минимум парочка отсылок к подземельям Фурболгов. Тут же в Ашаре восточное побережье просто кишит нагами. Как нам уже известно из последующих дополнений, наги это эльфы, бывшие жители Эльдред Алас, застегнутые врасплох великим разломом и ставшие часть договора с древними богами. Как раз на этом самом месте. Насколько мне известно, примерно где-то в этом районе планировался расположиться дворец Ашары. Я точно знаю, что в файлах клиента 1.12 есть его незаконченная модель. Единственное, только не ясно где он должен был стоять. Да, потом мы его увидели в катаклизме, в подземелье источник вечности, а после в битве за Азерот, тем не менее познакомиться с Ашарой и ее приспешниками игроки могли и в рамках классической версии. Далее, в классической версии большое количество организаций плохо раскрыто к сюжете, который можно было бы развить. Если взглянуть на старую карту Мецена, то в Тернистой долине наблюдаются как минимум три подземелья рудника. Золотые копии, алмазные копии и какие то там еще. По всей видимости делами там могли заправлять либо торговая компания, извечные враги картели хитрой шестеренки, либо пираты кровавого паруса. И даже если пираты тут ни при чем, так или иначе они могли заселять какой либо остров, куда игроки могли отправиться и поставить точку в этом вопросе. Далее, всеми вами хорошо известная цепочка квестов пропавший дипломат, так грубо оборвавшийся на середине. По сценарию Вариан Рин должен был отправиться и договариваться о мире с Ордой. Вмешалась Аниксия, король был похищен и помещен на остров впоследствии известным как остров Алькатрац. Единственный знакомый житель острова это Доктор Жло, участвующий в цепочке квестов на скипетра анкиража. Король тут сидел какое то время, ожидая освобождения, но так и не дождался. В патче 1.4 его просто удалили из игры и как бы все. Королевство Изменник Альтерак, предавший во время второй войны Лигу Оратора и сотрудничая с Ордой, за что кстати был уничтожен. Бывшие жители Альтерака сбились в банды и организовали преступное сообщество Синдикат. Тоже плохо раскрыто в сюжете, на мой взгляд из этих разбойников можно было его много извлечь. Изумрудный сон, а как же, в файлах он так же присутствует, но реализован в классике не был. По одной из версий из ядовитого вырвиглазного зеленого цвета. Планировался на переделку, но руки до него не дошли и был заброшен. Продизайненных для него боссов просто выгнали на улицу, придав статус ворл боссов. Увидеть мы их можем охраняющих порталов Даркшири, Хинтерлендах, Ашенвале и Фераласе. И конечно же моя несбыточная мечта, увидеть законченную историю Ашбрингера. Не знаю, смогут ли Близзард переписать лор и сделать оригинальную сюжетку по испепелителю. По всей видимости нет. Слишком хорошо ее извратили в следующих дополнениях, чтобы все начинать опять с нуля. Ну как говорится, мечтать не вредно. Вдруг у Близзов что-то там перемкнет и они вернут эту цепочку, которая начинается со случайной находки Филактерии Тимолейна. Как видите, потенциал у классики большой, можно начинать с любого угла. Для этого кстати необязательно перелопачивать старые рейды. Хотя если взять опыт инстов Катаклизма, то идея не такая уж плохая. Переделанные мертвые копии выглядели в принципе годно. Классик плюс, это не просто переделанные инсты и таунта Паладина, это гораздо более масштабный проект. Если я правильно понял задумку Брайана Бирмингейма, развитие сюжета или новая история в принципе неважно, в любом случае будет интересно. И мне крайне странно видеть комменты, а на ваниле плюс это уже сделали. Как бы команда сервера над ним не постаралась, это все та же старая ванила. Перескриптованные боссы это не новый контент, новый контент это куда более масштабные работы и в рамках клиента 1.12 тяжело развернуться. Какие бы классные идеи не присутствовали, даже незаконченное поле боя кратера шары. От Близзард может быть выглядеть куда любопытнее, поскольку только они знают каким оно должно было быть в оригинале. Второй сезон мастерства может кардинально поменять многие механики. Не только перебалансировка классов, которая кстати тоже планируется. В частности Брайан что то говорил о новой системе ПВП, что это будет пока не ясно, но как будут какие то дополнительные детали я обязательно сообщу. Поэтому не забывайте подписываться на канал и удачи!